Привет-привет, друзья! Хорошо, что заглянули. Вы на канале не без разницы. С вами Стас, а это Дан Меркодарья, и мы продолжаем проходить тест онлайн по порядку. В прошлом видео Даша прибыла в гильдию магов, поскольку появилась возможность добыть у безумного бога Шиагората очередную книгу, которая необходима для возвращения пристанища чародеев. Дашенька попала на Дрожащие острова, план Шиагората, где отправилась на поиски странных предметов, так необходимых в данный момент принцу Даэдра. Этими предметами оказались вилка и древнейший артефакт Осахва Баджек. Возвратив их к Шиагорату, Даша получила заветную книгу. Продолжаем наше путешествие. Дарья сейчас находится у места под названием Дрожащее святилище. Там засел какой-то мировой босс, но я думаю со стороны Даши это будет очень самонадеянно идти туда в одиночку. Но она, конечно, не совсем одна с компаньоном, но других игроков здесь нет. Но, тем не менее, может быть попробовать. Тем более у Даши есть еще и призыв скелета. Ну, хоть сколько-то они все равно смогут продержаться вместе, правильно? А я смотрю, тут вроде бы кто-то подошел еще. Да, кто-то подошел, но Даша уже пала, просто пала. Но ничего, сейчас она быстренько возродится. И вот вместе с игроком с другим они, я думаю, справятся. Так, ну, в принципе, осталось ты не так уж, не так уж много. Немного здоровья остается у нашего врага. Так, давайте, девчата, поднажмите. Эх, снова, снова Даша была повержена. Ну все. Ну и Даша получает здесь какую-то зацепку, полироль для доспехов Аурил. Клинок Безумца Красной Горы. Оружие одноручное, кстати. Надо бы его, может быть, взять. Так, сейчас посмотрим. Ну да, урона наносит побольше, чем то, которое есть у Дарья. Ну вот один из мечей, я думаю, можно заменить. А, это кинжал. Я даже не увидел. Я подумал, это меч, а это какой-то кинжал. Не-не-не, кинжалом Дарья не будет пользоваться. Лучше мечи. Ну что, вот такое динамичное начало. Кстати, да, Даша снова вернулась в Тоунфоллс, и сейчас ей необходимо идти в город Крагенмур, чтобы продолжить сюжетную линию Бангардского пакта. Здесь вот тоже какие-то враги стоят из Ковенанта. Надо с ними обязательно расправиться. Так, а здесь пещера, мягкий суглинок. Ну, Дарья практически уже возле города находится. Сейчас она туда отправится. Так, а здесь, может быть, какой-нибудь сундук будет? Ну, нет, здесь ничего. О, торговец. Что ты здесь делаешь? Хотя, какая разница? У меня есть товары на продажу. Все, если честно, барахло, кроме одной необычной статуэтки. Так, а может быть, мы ему что-то продадим? А, продавать-то особо и нечего. Кстати, Даша получила ремесленный мотив и может теперь создавать, но пока она еще не изучила эту книгу, но как только она изучит, то сможет создавать доспехи в стиле высоких эльфов. Но не только доспехи и оружие. Так, вот эту статуэтку ты продаешь. Происхождение и назначение этой любопытной фигурки неизвестны. Но написано начало задания. Что это такое? Может быть, квест какой-то откроется? Ну? А, да, действительно, какой-то квест. Это обсидиановая статуэтка женщины со скаженными пропорциями. Ее поверхность испещрена неровными бороздами. Края такие острые, что ими можно порезаться до крови. Непонятно, специально это сделано или нет. Интересно, откуда это? Как странно видеть здесь кого-то не из моего племени. Откуда у тебя эта статуэтка? Со склона вулкана к юго-востоку. Ты уже когда-нибудь видел что-нибудь подобное? Члены моего племени время от времени приносят такие статуэтки из пустошей. На тот случай, если какой-нибудь легкомысленный чужеземец или данмер из великих домов посчитает их искусством. Без обид. Если такое случится, нам даже могут отсыпать золото. Кто может сказать, что это такое? Даже не знаю. Жители трибунала считают себя мудрецами. Почему бы не спросить у них? В Краген море, что к юго-западу отсюда, есть служитель, которому ходит данмер из великих домов. Дарья как раз туда и направляется. И вот так вот неожиданно Дарья получила квест. Кстати, почему-то этот квест не был отмечен на карте. Но у меня стоит здесь небольшой аддон, который отмечает некоторые невыполненные задания в области. Вот такими вот желтыми восклицательными знаками. А это задание, кстати, отмечено не было. Ну вот сейчас Дарья постречалась с Мером из племеней шлиндеров. До этого она как-то уже помогала одной шлиндерке, которая разместилась у города Ибанхарт. И по ее заданию необходимо было уничтожить там каких-то взбесившихся тварей. Насколько я помню, Никсгон, Ченетч и Кланфер. Но вообще и шлиндеры периодически встречаются на Дашином пути. И кто же они такие вот действительно? И шлиндеры вообще представляют собой такие кочевые племена данмеров. Вот они как цыгане перемещаются табором по выжженной земле, ведут торговлю, чтобы как-то зарабатывать себе на жизнь. Ну и насколько я успел заметить в игре, по большей части они все-таки бездельничают. Некоторые кочевые шлиндеры нападают на торговые караваны, но крупные племена в основном мирные и достаточно неприветливы к чужакам. Кстати, в меритической эре между и шлиндерами и оседлами данмерами, назовем их так, не было особых различий. Но с возвышением великих домов Моровинда их стали постепенно оттеснять в такие вот самые опасные земли. Кочуют они там вместе со своими стадами, разбивают лагерь в каком-то приглянувшемся месте. Но, как правило, и шлиндеры выживают благодаря натуральному хозяйству. Они занимаются промыслом, охотятся, разводят гуаров, добывают ингредиенты для изготовления зелий. Вот как Даша добывает себе тоже ингредиенты. В качестве жилища и шлиндерам служат юрты, и для их строительства они используют шкуры, кости, панцири убитых животных. И броню, кстати, и одежду они изготавливают из этого же материала. Еще интересно, что все представители племен почитают своих предков, предков своего племени. У них также развит культ Нерварина. Это такой религиозный культ, который построен на вере в пророчество о Нерваре, великом полководце. И тот якобы должен возродиться, чтобы восстановить древние традиции пророка Велота и свергнуть даже ложных богов храма-трибунала, избавить моровинт от чужеземцев. Но империя запрещает этот культ. Несмотря на это, некоторые шлиндеры все еще следуют этому культу. Ну вот Дарья и пришла, наконец-то, в Крагенмур. Наконец-то она до него дошла. Ну, такой небольшой городок. Как-то здесь слишком много лестниц. Каких-то бесполезных лестниц. Туда-сюда вот они так водят. Хотя можно было бы разместить город вот в этой самой низине. Так, а интересно, есть ли в городе ремесленная станция? Гильдейские торговцы. Торговец широкого профиля. Ну вот есть только гильдия магов, где находится алхимический стол, стол зачарователя. И, собственно, алхимик, зачарователь, мистик и магистр. Зато здесь есть две таверны. И гильдия бойцов. А, вот есть и кузница, и портняжный станок. А столярного верстака нет. Во дворце Грандмастера Дарье необходимо поговорить со служителями. Вот, например, служитель Ролора. Три бога, одна истинная вера. Надеюсь, сегодня ты уже молилась. Ты узнаешь эту статуэтку? Эта штука отвратительна. Где ты ее нашла? Я купил ее у торговца Эшлиндера. Он нашел ее в пустошах. Где-то я уже это слышал. А, конечно, должно быть, это один из артефактов, описанных Халдином. Он еще отвратительнее, чем я ожидал. Кто-то его искал? Да, он определенно искал его. Или что-то похожее. Думаю, он что-то знает о его прошлом. Парня зовут Халдин Амавелл. А где мне его искать? Не так давно он был в городе, покупал припасы, собирался исследовать руины на плато к северу отсюда. Я предупредил его, что эти руины пользуются дурной славой, но он пропустил мои словами мужей. Но он меня извинял. Маленький город. И, кстати, город находится на землях дома Дресс. Один из великих домов Моровинда. Когда-то, какое-то время, дом Дресс содержал рабов, каджитов и аргнян. Но после подписания Банхарского пакта он вынужден был отпустить этих рабов. Ну, вот, кстати, я смотрю, здесь они еще остались жить. Стали работать, например, плотниками. Вот сколько каджитов здесь находится. Да, даже не отправились на свою родину, так и остались в этом небольшом городке. Ну, в принципе, как я смотрю, здесь такая тихая, спокойная, вполне себе размеренная жизнь. Можно даже подумать, что и нету вовсе никакого противостояния между тремя альянсами. Словно вот эта самая война трех альянсов до этого городка и не добралась. Спокойно здесь. И, кстати, здесь продается еще дом. Можно даже приобрести. Краген дом. Надо бы будет посмотреть, сколько он стоит. Хотя мне хотелось бы, чтобы Дарья приобрела дом в Дешаане. Так, ну, к основному квесту мы с Дарьей вернемся чуть позже. Хочется выполнить вот этот вот побочный квест, который даже не был отмечен на карте. Дарья его нашла совершенно случайно. Но сейчас посмотрим, что же это все-таки за статуэтка. Надо поговорить с Халдином в руинах. А вот здесь кто-то еще стоит. Тоже с каким-то квестом. Но ты пока тоже подождешь. Да, что-то я совсем забыл про этот ремесленный мотив. Надо бы его изучить, чтобы Дарья могла делать предметы в стиле высоких эльфов. И вот что-то не помню, говорил я уже или нет. Дарья дала Мире посох восстановления по рекомендации как раз подписчиков. Было написано в комментариях о том, что спутники пользуются посохом восстановления как-то более эффективно. Но посмотрим. Если действительно это будет эффективно и во время сражений в мире с помощью посоха восстановление будет восстанавливать Даши на здоровье, но это будет очень даже неплохо. И снова здесь Шалки. Так, ну мы почти пришли. Так, еще одна никс гончая. Далее. А спутники вроде бы при достижении даже определенного какого-то уровня не могут брать два оружия, да, вот как сам игрок. Мири, ну-ка иди сюда. Посмотрим. Ну да, здесь такой панели не предусмотрено. Только одно оружие спутник может носить. Жаль, потому что можно было бы Мири тогда ставить посох восстановления и дать ее любимый лук. Вот. Вот здесь находятся какие-то руины. Что? Что ты здесь делаешь? А ты что здесь делаешь? Я, ну, я археолог-любитель. Да-да, я археолог. Пришел сюда в поисках артефактов и всего такого прочего. Каких еще артефактов? О, всякая мелочь, что-нибудь изящное, что-то, что я смогу унести с собой в город. Я буду держать его поближе. Я буду хранить его в своей коллекции. А может быть тебе помочь в поисках в твоих? Нет, я сам справлюсь. Иди и занимайся дальше своими делами. И где-нибудь подальше отсюда. А я продолжу поиск артефактов для моей коллекции. Что-то ты темнишь. Что-то вроде этой статуэтки. Это она. То есть ты нашла одну из них. Восхитительно. Одну из чего? О, ты не знаешь. Ну да, ты не можешь знать. Спасибо тебе, подруга. Ты получишь за нее достойное вознаграждение. Но что это такое? Объяснение подождет. Давай ее сюда. Благодарю. Мне нужно сейчас же ее опробовать. Твоя оплата у меня в рюкзаке. Отдам сразу по окончании. Так, и что же он будет делать? О, приди ко мне, приди ко мне, пожалуйста. Кто посмел? Возник внезапно крылатый сумрак. Дарья аж испугалась. И переквыркнулась. Как ты хочешь. Ну что, вот этого ты хотел? Дневник Халдина наполнен безумными и тревожными фантазиями, связанными с Доэдрой. Это определенно плод поврежденного ума. Еще там лежит немного дрянной одежды и мешочки с золотом. Очевидно, автор решил потратить все свои сбережения на сушление своей мечты. Вот и все. Такой вот маленький квестик. И какова же мораль этой сказки, этого квеста? Был ли он поучителен для Даши? Не связываться с Доэдра? Ну так это и все знают. Хотя вряд ли для Дарьи это будет поучительно. Она вот недавно уже побывала даже в плане Шиагарата. Ну что, а теперь возвращаемся обратно в Крагенмур. Ну раз уж говорили об Эшлендерах и пророчестве о Нерварине, пока Даша идет в Крагенмур, можно продолжить эту тему, потому что тема эта достаточно обширна. Ну вообще, стоит отметить, что Эшлендеры не признали божественность Трибунала, в отличие от тех же оседлых Данмеров. По их мнению, Трибунал предал Нервара в битве у Красной Горы, а жизненную силу Трибунал черпал из магии, которая мало отличалась от Некромантии. Вот, красота какая. Мне вообще нравится в Стоунфолзе. Особенно, когда в воздухе нет пепла, небо проясняется и светит солнце. Сейчас стоит, конечно, небольшая дымка, но все равно вид такой красивый открывается с вершины. Так вот, Нервар воевал с Двеймерами, которые обнаружили в недрах Красной Горы могущественный артефакт, сердце Лорхана. Ну, по легендам, это сердце самого мертвого бога Лорхана, который был наказан Аэдра за то, что вынудил их создать Нирн. И советники Нервара Вивек, Сотосилы, Альмалексия тогда посоветовали начать войну с Двеймерами, чтобы те не успели и не сумели использовать сердце в своих целях. Ну, а если учесть, какие Двеймеры были находчивые, то вообще трудно представить, что они могли создать с помощью таких вот древних артефактов. И, кстати, приснившаяся Нервару Азура предсказала гибель всего мира, если Двеймеры все-таки реализуют свой план и создадут ужасного голема, огромный механизм, очень опасный, который мог бы ожить или прийти в действие вот благодаря энергии этого сердца Лорхана. И, по версии Шлендеров, Нервар взял со своих советников клятву не использовать опасные артефакты. Они повиновались. И Шлендеры считают, что именно советники, именно Вивек, Сотосилы, Альмалексия тайно замыслили убить Нервара и сделали это в процессе призыва им Азуры. Вот тогда-то Азура и прокляла каймеров, сделала их кожу пепельной, глаза красными, как вулканическая лава. Так и появились Данмеры. И Азура также предсказала, что Нервар возродится, и Шлендеры ждали, когда же это пророчество сбудется. Ну и, наверное, ждут до сих пор. Ну вот некая маленькая уютная ферма, также находящаяся во владении дома Дресс. Довинас Фарен. Во имя Троих Арганя они столь неторопливы, потому как он относится к этой ферме, можно подумать, что он был художником. Двигает много камней. Почти закончил с этим рядом. Посевы выглядят не так уж и плохо, особенно учитывая произошедшее. А ты стоишь, значит, надзираешь, да? Над несчастным Арганянином, который трудится у тебя в огороде. Сейвер. Просто прекрасно. После пробуждения вулкана стало совершенно сухо. Наверняка мне придется бегать в Крагенбург и обратно чаще, чем хотелось бы. Крагенбург и обратно. Итак, указатель нас привел Кринси Дрелот. Странница. Для Крагенбург настали тяжелые времена. Ты здесь по какому-то делу? Если нет, то лучше тебе обойти это место. Мне нужно поговорить с вашим Грандмастером. А кому не нужно? Я желаю тебе удачи, незнакомка, но тебе здесь нечего ловить. Грандмастер Оумен превратился из кровожадной Никс Гончей в слюнявого гуара. Может быть, один из здешних стражников расскажет тебе больше, а я не хочу в этом участвовать. Итак, сюжетную линию Ибанхарского пакта мы с Дарьей закончили на том, что в форте Вирак Тарин Индарил стал свидетелем смерти своего сына Гарина, которого убил генерал Ковенанта. И Тарин, походу, немного спятил. Как сообщили Даше, что он немного помутился в рассудке, он забрал коралловое сердце, которое Дарья тоже смогла добыть в локации под названием Рога Вивека, и отправился в Крагенмур, чтобы... Кстати, для чего он отправился в Крагенмур? Заручиться, наверное, поддержкой дома Дресс. Он хочет освободить второго брата Раздора, которого зовут Садал. Потому что первого брата Раздора, Балрата, он уже освободил и таким образом отразил сопротивление Ковенанта. А теперь он хочет отомстить за смерть своего сына. Так, вот нам встретился на пути Дарин Белеран. Спасительница Дозора Давона и прорвавшая осаду Вирака. Слава Вивека, что ты здесь, Крагенмур захвачен. Что-то не так, что произошло. Танвел Индарил вошел в город во главе своего личного авангарда и потребовал аудиенции с Грандмастером, а теперь авангард патрулирует улицы. Они захватили Крагенмур. Что сделал Танвел Индарил? Я не знаю, но когда он вышел после встречи с нашим Грандмастером, он был на взводе. Эльфы нашего дома, равно как и рабы, были в ужасе. Если хочешь помочь, поговори с нашим Грандмастером, может он прислушается к тебе. Хорошо, я поговорю с Грандмастером. Пожалуйста, поговори с Грандмастером, он обязательно выслушает героиню Форта Вирак. Зачем здесь останавливался Танвел Индарил? Всякий, кто хочет подняться на истерзанный шпиль, должен поговорить с Грандмастером Крагенмура. Дом Дресс контролирует доступ к пику. Это древнее место, где смешанная кровь и магия. Каким образом Грандмастер контролирует доступ к вершине? Ключом дома Дресс служит магический прием. Сосредоточие мистической силы, которая позволяет пройти сквозь завесу, защищающую шпиль. Без ключа на вершину не взобраться. Грандмастер контролирует доступ к вершине. Ну, видимо, у Танвала не все идет, так сказать, как по маслу И все-таки его планам, наверное, не суждено сбыться Но сейчас посмотрим Второй раз уже за сегодня Дарья посещает этот самый дворец Грандмастера Мы можем найти компромисс по этому делу Грандмастер, помните о срочности нашего дела Как скажете, говорит Грандмастер Как скажете Ты кто такая? По какому? Ой, героиня Форта Верак, честь тебе и твоему дому Приветствую, Грандмастер Что привело героиню войны Банхардского пакта в далекий Крагенмур? Я бы проявил больше гостеприимства, однако сегодня меня отвлекают важные дела Есть срочное дело, которое мы должны обсудить Прошу прощения, но в данный момент Авангард требует моего внимания А если у тебя остались какие-нибудь вопросы, а я уверен, что они остались Поговори с моим Синишалем Спасибо Быстрее, подруга, сюда Так, говори Осторожнее, незнакомка, говори потише, чтобы никто из Авангарда нас не услышал Что происходит? Танвул Индарил со своим Авангардом остановился здесь по пути к истирзанному шпилю Сначала Грандмастер отказал Танвулу в доступе к горе, но затем Танвул застал нас врасплох Он приказал своему Авангарду взять заложники сына Грандмастера Это не похоже на Танвул Индарила Танвул потерял контроль, его необходимо остановить, но сначала нужно помочь Грандмастеру Ступай вверх по лестнице, там Надросхлор посвятит себя в детали, удача, спасибо Но как Дарью и предупреждали, Танвул действительно потерял над собой контроль Честь тебе и твоему дому, что я могу сделать для тебя Меня к тебе направила Синишаль Фарен, ты знаешь, где держит сына Грандмастера? Нет, нам нужно раздобыть информацию Авангарда Я вижу два возможных варианта, прокрасывая казармы в городе или же взять штурмом лагерь Как попасть в казармы? Чтобы походить на одну из Авангарда, тебе понадобится маскировка Часовой на входе разворачивает всех остальных Как только окажешься внутри, старайся не попадаться никому на глаза Тебе нужна Кааша, я слышал, у нее есть то, что тебе нужно Что ты можешь рассказать об их лагере? Авангард разбил лагерь к востоку от города Когда Танвул отправился к Шпиле, он взял с собой большую часть войска Те, кто остался, явно не обрадуются компании, они рвутся в бой Ладно, кажется, я знаю, что мне делать Отлично, что ты решила Проберемся в казармы Каша на улице, продает свои товары у стен поместья Как только найдешь то, что мы ищем, возвращайся сюда и поговори с Дэну Она знает, что делать Надра, смогу я задать тебе пару вопросов? Конечно, я расскажу тебе все, что знаю Откуда здесь взялся Авангард? Танвул и Ндарил оставил их здесь после своего разговора с грандмастером Дома Дресс Наш грандмастер единственный, кто может разрешить пройтись к истерзанному шпилю Должно быть, он согласился, раз туда Танвул отправился Еще раз, чем так важен истерзанный шпиль? Это древнее место крови, магии и силы Там заключен Садал, брат Раздора Мы думаем, что Танвул хочет с помощью Кораллового Сердца освободить Садала Он спустит чудовище на Даггерфольский Ковенант Как вам не тошно до сих пор содержать рабов? У каждого Великого Дома своя сфера влияния Ты же не станешь осуждать Хлаалу за их торговые контракты? Дом Дресс много сделал, чтобы привести к цивилизации менее развитой расы Кроме того, нам теперь запрещено порабощать наших союзников по пакту А, понятно, все-таки рабы у них остались И, как я понимаю, теперь рабы у них каджиты, правильно? Раз союзников по пакту они не могут содержать в рабах Точнее, Арганиан Так, а это что за записка? У нас здесь лежит интервью с членом культа Паучихи Культ Паучихи — это запрещенная законом форма поклонения князю Дайдра Мефале Также известный как Предтечья Вивека Секретный культ, воззрение и вся деятельность которого были совершенной тайной для всех Кроме посвященных в него до сего момента Мои поиски следов существования этого культа привели к невероятному успеху Я взял интервью у одного из его членов Итак, скажите мне, как вы стали членом культа Паучихи? Член культа Как это обычно бывает, эти нити ее паутины завлекли меня в объятия предильщицы Вы хотите сказать, что Мефала лично вас пригласила, член культа? Разве Паук приглашает Муху в свою паутину? Нет, у меня было столько же шансов избегнуть этой судьбы, как и у любого живого существа Шансов избегнуть смерти Интересно, давайте поговорим немного о ваших увлеченных сторонниках Что вы можете рассказать о других членах вашего культа? Я не могу раскрыть их имена, но могу рассказать, чем они занимаются Главу культа называют вдовой Она общается с самой предильщицей и передает нам ее приказы Иногда эти приказы требуют убийства Ответственность за это лежит на наших ткачах смерти, которые осуществляют нужные действия в соответствии с волей предильщицы Всех остальных называют вязальщиками, поскольку мы идем более осторожным путем, сплетая сети нашей госпожи Потрясающе! Вам уже довелось убивать кого-нибудь во славу вашей госпожи? Еще нет! Если хоть доля правды в утверждении, что паучьи культы – это общество любителей разнузданных оргий Да, в этом есть доля правды О, можете рассказать поподробнее? Обольщение и совокупление – это действенные методы Часто при вступлении нового члена в культ требуется его участие в таких действиях Вместе с водовой или любым лицом, ею назначенным И некоторые паутины более усердно практикуются по сравнению с другими Понятно, как новые члены присоединяются к вашему культу Это нужно для ваших исследований, естественно Какая неудача! Я мог бы поделиться информацией с вами, но только если вы действительно намереваетесь присоединиться к нам Что ж, это не исключено, возможно, это все часть плана Мефалы, так сказать, попал в ее сети Думаю, интервью окончено На Даши, кстати, надеты части сета Культа Паучихи Она их получила здесь, в Стоунфолзе, в Гребном Гроте Может быть, стоит еще туда как-нибудь сходить И, может быть, отыскать еще какие-нибудь части этих доспехов Ну, а сейчас ей нужно поговорить с некой Кашей Которая предоставит Дарье маскировку, чтобы она смогла пробраться в лагерь Авангарда В казармы Авангарда и разузнать необходимые сведения Вот, Каша где-то здесь Капитан Авангарда, вы еще себя солдатами называете Это Каджитка Ты хочешь что-то купить у Каджитки? Грандмастер выдает нам особую лицензию на продажу и обмен Много хороших товаров До меня дошли слухи, что у тебя есть в продаже униформа Авангарда Возможно, не припоминаю Каша верная служанка и не желает причинять вред дому Дресс А вот я не помню, кстати, у Даши угроза вроде бы открыта Эта самая угроза пришла с навыком гильдии бойцов Да? А ну давай сюда быстро Нет, не открыта Не получилось у Даши запугать бедную несчастную Каджитку Придется заплатить тогда монеты Щедрый дар снимает подозрения Ты пришла за свертком для Дом-Адресса Вот он Спасибо тебе, Каша Ну что, надеваем маскировку Ну вот и Даша теперь похожа на одного из стражников И дуэлянтов Авангарда Ну получается, сейчас Даша помогает дому Дресс Дом Дресс – один из великих домов Моровинда Он также владеет землями, как и другие дома Причем достаточно плодородными, можно сказать Дом Дресс почитает храм трибунала И, по некоторым сведениям, даже враждебно настроен по отношению к законам империи Когда-то Дресс был домом крупных работорговцев Но с течением времени с присоединением к империи А еще и с подписанием пакта Дресс отпустил своих рабов Вроде как Но, судя по всему, не совсем В Крыгенмуре до сих пор в качестве рабов содержатся каджиты А девиз дома Дресс следующий Нести культуру и правду невежественным Это наш долг и бремя Вот все проблемы из-за одного какого-то обезумевшего старика Что тебе нужно, солдат? Впусти меня, у меня важное донесение для капитана Проходи Так, здесь нужно найти необходимую информацию Ну, давайте взглянем, что здесь есть Прикостанвало Необходимо высвободить второго брата Я знаю, что Холгун и остальные попытаются меня остановить Задержите их у Крыгенмура Не давайте им достичь шпиля Так, это может нас заметить И вот еще один тоже капитан ходит Тоже может обратить внимание на Дашу Нужно двигаться аккуратнее Капитан Дан Верил пишет Имя сына Грандмастера Сен Найдите его и захватите силы, если потребуется Отведите его в старую доедрическую гробницу Недалеко от города Местные жители туда не пойдут Они боятся прогневать своих предков Так Ну, становится немного понятно Где может быть сын Грандмастера Какой-то старой гробницы Недалеко от города А вот Мири, кстати, ходит вообще без маскировки Как тебе такое, Мири? Никто на себя внимания особо-то не обращает Что? 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 Не пойму, где она спряталась? Вот ты где. Выражение твоего лица. Ты узнала, где держат сына Грандмастера? Да, сына Грандмастера удерживают в гробнице к западу от города. Правда? Почтенные мертвецы Крагенмура упокоились в этих гробницах на протяжении веков. Их построили в честь Доэдра еще во времена Каймеров. Хорошая работа. Этот комплекс захоронений хорошо охраняется. Будь осторожна. Где вход в гробницу? Сама гробница скрыта в горах. Там есть туннель, который ведет прямо к ней. Ты найдешь туннель, если из Крагенмура пойдешь на запад. Я сделаю все возможное, чтобы сын Грандмастера не пострадал. Ну, в принципе, здесь недалеко идти. Вот. Да, это та самая гробница. Прямо отсюда открывается вид на нее. Так, интересно, а это что за дверь? Крипты. Может быть, это будет как раз-таки выход из гробницы. Так, а вы чего здесь стоите? Пауки. Ну, много, кстати, пауков. Я думаю, здесь будет. Так, вот еще парочка. Пауки. Вот какая гробница. Ну и отсюда видно город. Входим в крипты. Ну что, авангард уже здесь. Так, ну поскольку он уже подсвечивается у нас как враг, я думаю форму у Даши можно снимать. Здесь уже незаметно пройти не получится. Так, ну поскольку он уже подсвечивается. Так, вот еще один. А в этой части что находится? Сейчас посмотрим. Ну ничего интересного здесь нет. Так. 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 с альянсами просто вот приходится своих же убивать карта сокровищ черного леса дари попалась как-нибудь она обязательно туда попадет так вот эти урны обыскать нельзя ну что идем дальше урны 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 Продолжение следует... Ну что, мы приближаемся? Ну, потихоньку приближаемся. Сейчас посмотрим, что там будет. Продолжение следует... Так, главное отсюда не упасть. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Продолжение следует... Так, здесь их трое. Ну, пока на Дашьном пути встречаются только вот такие вот морозные маги. И это хорошо, потому что у нее уязвимость к огню. Как мы знаем. Так. Дыни стали часто попадаться. Несколько рецептов Дарья с дынями попалось. Вот. Нашли сына Грандмастера. Сэндрес. Кто ты? Что тебе нужно от меня? Меня прислали освободить тебя. Хвала троим. Слушай, я как раз знаю, как отсюда выбраться. В детстве я часто играл в этой гробнице. Вот это у тебя игры были. Быстрее возвращаемся в город. Надо поговорить с моим отцом. Я пойду за тобой. Веди. Ну, в принципе, здесь можно было бы спуститься. А, там вот есть выход. Наверное, тот самый, где Даша была в самом начале. Вижу, ты выбралась без вреда. Еще раз спасибо за своевременную помощь. Всегда пожалуйста, Сэн. Сообща мы положили начало освобождению Крагенмура. Пойдем к моему отцу. Мы выгоним из города этих эндарилов. Встретимся в покоях Грандмастера. Пойдем к моему отцу. Мой сын свободен, и у меня развязаны руки. Теперь Авангард познает цену угроз Дому Дресс. Рада была помочь. Прими благодарность и уважение Дому Дресс. Теперь, когда мой сын в безопасности, я доверяю тебе второй ключ от истерзанного шпиля. Воспользуйся им. Останови Танвала Индарила. Ты освободила моего сына, и теперь я у тебя в вечном долгу. Я могу еще что-нибудь для тебя сделать? Да, оскорбив мой благородный дом, Авангард совершил большую ошибку. Они должны ответить за это. Что от меня требуется? Грандмастер Индарил назначил своего старшего командира возглавлять Авангард. Насколько я знаю, это капитан Данверил. Убей ее. Такова цена оскорбления, нанесенного Дому Дресс. Будет сделана. Ну что, история у нас продолжается в городе Крагенмур. Теперь Дарье необходимо разбираться еще и со своими же Данверами, Данмерами, со своими же сородичами. Ну, вообще, вот такой вот произошел поворот сюжета. Мало того, что идет война трех альянсов, но теперь еще и противостояние между великими домами Моровинда. Отлично. Но, кстати, вполне себе интересно. Мне нравится. Ну что, у Даши было такое большое путешествие сегодня. Но на этом будем тогда заканчивать. В следующей серии Дарья продолжит выполнять квесты за сюжетную линию Stone Falls. И Банхарского пакта. Нужно, наконец, уже разобраться тогда будет с Танвиллом и Дариллом. И помешать ему вызвать второго брата Раздора, Сандала. Чтобы... 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 Чтобы помешать также уничтожению вообще всего, что есть в Stone Falls. А то мало ли какую силу скрывает этот второй брат Раздора. Оставайтесь на канале не без разницы. Спасибо, что посмотрели это видео. И всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok